Лариса, прошлый год был непростым, особенно в вашей сфере, когда все перешли на удаленку, возник повышенный спрос и возникла такая на рынке борьба за IT-специалистов. Вот как вы из этой ситуации выкручивались, как вы за них боролись? Спрос на высококлассных IT-специалистов был всегда. Пандемию, развитие рынка e-кома, а именно даже большее развитие направления e-groceri, эту конкуренцию просто сделало более жесткой. Мы для себя определили свои преимущества следующим образом, что, во-первых, это быстрое принятие решений во время найма, это достаточно качественный и эффективный анбординг новых сотрудников и именно этой сферы в том числе для погружения не только в специфику компании, но и в сам бизнес, специфику бизнеса. Это достаточно интересный продукт, достаточно интересные стек технологий и очень гибкие способы управления как командами, структурами, формированием их и так далее. И именно это позволило нам в прошлом году вырасти вот именно в этом направлении по численности практически больше, чем в два раза. А второй аспект этого же самого времени это то, что произошел отток уже линейного персонала и тут же открылось, как я понимаю, достаточно много позиций, которые нужно было закрывать. Вот как с этим справлялись? Ну, здесь вы правы, но у нас тоже здесь была немножко другая специфика. Отток, у нас как такового оттока не было, но была очень большая потребность. Почему? Потому что во время пандемии кратно вырос спрос на наши услуги и нам потребовалось достаточно большое количество сотрудников именно этого уровня, операционного уровня. И мы пошли в какое направление? В это же время были пострадавшие сферы бизнеса, например, тот же ресторанный бизнес, хорика, ритейл нонфуд, где было высвобождение этих сотрудников. Мы работали с ними, мы привлекали их, и была задача не только их привлечь и нанять, но и быстро обучить профессии новые, потому что для них это была новая профессия. И оставить их, сформировать лояльность, сделать так, чтобы они воспринимали это не как временную работу на этапе пандемии, а воспринимали как возможность, в которой они будут развиваться и оставаться дальше. И вот эти два направления. Второе направление было, мы стали смотреть, кого еще и какие формы, какие категории людей мы еще можем привлечь. Например, один из примеров, про который сейчас очень много говорят, мы начинали работать с ним в прошлом году, это та же категория самозанятых. И именно это нам позволило привлечь в сами месяцы локдауна, в эти 2-3 месяца, порядка 1300 сотрудников, и мы даже открыли два больших дарк-стора, один в Москве, другой в Нижнем, именно в этот период. А вот вы сказали, что пытались, старались сформировать лояльность, чтобы люди остались, а много вообще людей осталось в вашей команде? Ну, вы знаете, у нас, да, осталось, если подводить итоги, то где-то больше, ну, в районе 40-50% они остались, да, 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 они остались, они остались, то есть они не ушли после закрытия локдауна, после, как бы, открытия, и открытия снова, там, ресторанного бизнеса, там, или ритейл инфу, да, они оставались все равно. Да, потом, как бы, для них появлялись какие-то возможности, но вот этот период, да, был такой. В целом, если говорить про найм персонала во время коронавируса, а методики, как я понимаю, на ходу приходилось изобретать, и все это, как это все было, расскажите. Ну, нам, как и всем остальным, пришлось там быстро достаточно перестроиться, потому что реальность изменилась вот на части после объявления новых условий, правил и так далее. И менялось, было там два фокуса. Во-первых, мы практически все перенесли, естественно, в онлайн, мы перестали пользоваться там теми инструментами, которые у нас были до пандемии, и это и онлайн-собеседование, и групповые онлайн-собеседования, и обучение в онлайне и так далее. Задача была не только нам самим научиться найти эти инструменты, и нам самим научиться работать с этим, как HR-оп, но и параллельно мы также учили руководителей этим пользоваться, уметь принимать решения вот в этом формате, потому что для них это тоже был такой вызов и изменение реальности просто на 100%. И второй момент, второй фокус, который у нас был очень важный, это безопасность. Потому что все-таки в пандемию мы активно работали, и у нас был контакт и с пищевыми продуктами, и с клиентами, его было очень много. Поэтому сама безопасность сотрудников в пандемию, профилактика всех мер, чтобы минимизировать распространение заболеваний, оказать нужную медицинскую помощь тем, кто оказался так, потому что все равно сотрудники жили, ходили, общались и контактировали со многими людьми. Вот это был второй фокус, который мы делали. Но система перестроилась практически на 80% от того, что было до пандемии. А вот сейчас это сохраняется? Да, очень многие вещи сохраняются, потому что, а, они удобны, б, они гораздо гибче, прозрачнее и, как показывает практика, эффективнее. Все-таки все уже научились с этим работать. И второй момент, пандемию никто не отменял. Ну, да, там продолжается эта заболеваемость, и мы все равно точно так же безопасность, фокусность безопасности не снимаем. Вот если говорить про то, что происходит на рынке сейчас, то какие проблемы с наймом персонала есть на рынке? Ну, проблема остается одна такая, достаточно большая. Развитие бизнеса, развитие этого направления, рынок развивается, и многие уходят в E-ком, даже те, кто не собирался из компании или сфер уходить в E-ком, и эта конкуренция сохраняется. Поэтому наша задача сейчас искать там дальше какие-то формы новые, новые продукты для персонала, смотреть, как этим лучше управлять, что-то, постоянно быть на таком гребне и на, ну, первопроходцами грубо, может быть, сказано или громко сказано, но это важно. И вот этот поиск, он все время продолжается. Вот если говорить про новые технологии, которые здесь в том числе обсуждаются, в этих стенах, то вот что могло бы, скажем так, помочь работе вашего отдела? Я имею в виду, как и вам помочь находить людей, так и, например, ну, я не знаю, условно заменить там какого-то, все же говорят давно там про дронов доставки, там, я не знаю, всякие такие штуки. Которые заменят сборщиков. Да, да, да. Ну, на самом деле, очень многие технологии могут и должны помочь, и мы их используем, и такие конференции, такие встречи, они очень полезны, потому что ты смотришь на тот опыт, который есть у коллег, или который попроб, ты не успела, кто-то попробовал, и уже есть результат. И все, что касается, все инструменты, которые могут сделать систему прозрачнее, гибче, быстрее, они все используются. И мы, например, инструменты автоматизации смотрим практически во всех процессах HR-овских. Начиная от массового найма, заканчивая управлением графиками, обучением, анбордингом, расчетом и прогнозированием вознаграждений и так далее. Поэтому здесь очень многие технологии могут помочь и уже помогают. И я думаю, что этот рост будет еще больше. А что касается роботов, ну, наверное, как бы это еще произойдет не скоро, хотя там производство и производственные технологии, они уже очень сильно шагнули вперед за это время. И там многие процессы уже автоматизированы, начиная там от автоматизации просто конкретных процессов, конвейерная сборка и так далее, заканчивая какими-то, ну, достаточно интересными там вещами, инструментами в плане коммуникации с клиентом. Те же приложения, которые сейчас есть, да, они гораздо, они совершенно другого порядка, нежели были год или два назад. Все-таки события прошлого года, они технологически подтолкнули вот в развитии? Или вот вы сказали про массовый найм персонала. То есть это как выглядит на практике? Это анкетирование? Что это происходит? Нет, массовый найм персонала сейчас, например, он происходит, очень часто первичный выбор происходит в онлайне до встречи с кандидатом. Да, то есть ему дается либо кейс, ну, в зависимости от уровня должности, либо это кейсы, на этапе которых он уже там выбирается, либо это там вопросы, тесты мы использовали всегда. Это онлайн-интервью, это групповые онлайн-интервью, которые мы используем. Это погружение как бы в саму профессию, когда мы рассказываем о том, что, как у нас, кого мы ищем, что для нас важно, они могут задать свои вопросы уже в онлайне, не встречаясь с нами, не тратя время на дорогу, там, не выстраивая вот эту вот логистику и так далее. А есть какие-то, может быть, примерно подсчеты, насколько это вот ускорило жизнь, скажем так, ускорило, допустим, закрытие позиций, например? Ну, если говорить про, даже не столько про закрытие позиций, потому что позиция позиций розни, надо смотреть в конкретную категорию. IT-специалисты, операционный персонал – это слишком разные вещи. Но принятие решения о найме, о найме этого сотрудника, оно ускорилось практически в два раза. И все-таки, если сейчас еще коротко вот так резюмировать, то какие особенности организации труда в сфере доставки вы можете выделить? – Если говорить о доставке, то рынок доставки сейчас в России, он только формируется. И в новых условиях создаются новые правила, новые требования, новые формы. И поэтому вот это реагирование на скорость, реакция на изменения, как вне, так и внутри, очень важна скорость этих изменений. Законодательство нам дает как ограничения, так и возможности. Почему я говорю только формируется? Потому что, например, та же категория самозанятых, про которую сейчас много говорят, она как таковая еще не сформировалась. И вот эта возможность у нас появилась недавно, и мы с ней там только работаем. И второй фокус, что касается доставки, это все-таки безопасность, потому что есть профессиональные требования, связанные с безопасностью. И это там работа водителей, их безопасность и так далее. Есть еще большая часть безопасности, связанная для нас, и с коммуникацией с клиентом, и с контактом с пищевыми продуктами. Поэтому этот фокус тоже останется очень важным. Спасибо большое. Спасибо.